Протягиваем выпуск. У Беларуси склалася добрая традиция открытия новых объектов в святочные дни и памятные даты. Подтримали ее в день 74-й годовины вызволения областного центра. Жихарам и гостям Гомеля подарили новую дорогу. Под обязанности у Ганны Ковалевой. Эта дорога другого значения растягнулась на 4,5 километра. Еще недавно у ее обличия читался пожилый взрослый. Еще в советский час транспортная артерия излучила улицы Свирыдова и Лепешинского. В сучасных умовах корыстаться еею стала незручно. Там у селета распочалась реконструкция. Гудовничьи работы продолжились 8 месяцев. Теперь дорога имеет дополнительные две полосы, что позволит разгрузить автомобильные потоки на прилеглых магистралях. До речи, эта обстановка только частка великой программы, накирована на обновление у Гомеля дорог другого значения. Это продолжение тех дорог, которые были сделаны в прошлом году в объезд Манежево, в объезд кладбищу по улице Крупской. Это как бы единый цель, чтобы облегчить движение наших водителей. Реконструкция проходила у два этапа. Зновинок – светлофорное регулирование и припыночные пункты. Дальше, автобусный маршрут уже складены. Курсировать тут будет 36-й автобус. Автомобильное покрытие полепшенное, а тому дозволит ездить не только на легковом, а и на грузовом транспорте. СС «Гомель-Ратон» взял на себе все выдатки. Яны склали коля 14 миллионов рублей. Мы всех хочу поздравить с праздником сегодняшним днем освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. И радует, я считаю, что это значимое событие, что впервые откроют движение по этой дороге наши молодые ребята в униформе тех времен, когда Красная Армия освобождала наш любимый город. Открытие дороги в день вызволения Гомеля стало символичным, и хоть официйное название «МА», помеж собой городчане ее прозвали «Дорогой життя». С на годы свято тут пройшла военно-кисторичная реконструкция. Роли немецко-фашистских захопников и солдат червонной армии промерли на себе же хары Гомеля разных поколений. У роли командира полка дивизии выступил керавник администрации Чехуночного района Виталь Уткин. А первым транспортом, который тут проехал после открытия, стала техника военных часов. Ганна Ковалева, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель».